Александр Александрович, я, конечно, понимаю, что вы в отпуске, но отвечать на письма, адресованные вам, я не собираюсь. Во-первых, я не такой тонкий писатель. Во-вторых, я могу так ответить, что у вас потом может увеличиться популярность. Так что, в общем, забирайте, пожалуйста, вашу почту. Да, передайте, пожалуйста. Будьте любезны. Да, но себя самого за меня вы объявить можете? Себя? Да. За вас? Да. Могу. Выступает мой любимый писатель-сатирик Леонид Натапов. Всё-то мы друг дружке завидуем. Этот мебель купил, этот дачу построил, третий ковёр повесил. Ну и что? Нас же реально на вещи смотреть. Этот с дачей он где работает? На бензоколонке. Вот вы зарплату два раза в месяц получаете, а у него непрерывно из колонки течёт. Ах, у них стиральная машина, гарантия пять лет. Вам что? У вас жена стирает. Гарантия вся жизнь. Положению завидуем, зарплате завидуем, уму нет. Этого добра всем хватает. Нам бы только завидовать. Ну и иностранный двухэтажный автобус проехал. О, вся улица рот раскрыла. На завтра у всех ангина. У нашего автобуса свои плюсы. Нас воспитывает в человеке чувство коллективизма. В нашем ерише, как в песне, мы чувствуем локоть друг друга. Ах, у них в самолётах кино показывают. Ну и что? Нашему человеку в самолёте тоже есть чем заняться. Наши сидят, в окошко смотрят. Следят, чтоб пилот с курса не сбился. Прикидывают, сколько бензина осталось. Подсказывают, какая дорога короче. А то японцы забрали то. Японцы забрали это. У японцев в наручные часы вмонтирован телевизор. Нам это не подойдёт. У нас и так многие на работе только и делают, что на часы смотрят. Сейчас там ещё телевизор будет. Вообще не оторвёшь. И получается, у японцев магнитофоны, значит, хорошие, у нас похуже. А я вот, например, точно знаю, что вот японский магнитофон, если его уронить, он после этого хуже работает. А наши молодцы. Вы знаете, такого звучания добились. Наш, сколько не роняй, хуже не будет. А если разобраться, мы их уже во многом догоняем. Вот, например, наши духи уже по сравнению с французскими уже даже стали дороже. Чего там завидовать? Давайте лучше не завидовать, а мечтать о завтрашнем дне. О том времени, когда женщину всегда будут пропускать вперёд. Когда начальник не будет тыкать своему подчинённому. Когда люди будут говорить другому. Конечно, приятно помечтать. А скоро ли сбываются мечты? Кто знает. Но ничего, вот скоро все поднажмут, все исправятся, изменятся. А может, не ждать всех, может, начать с себя. И тогда то, о чём мы мечтаем сегодня, будет завтра. В бурное время живём. Сюда оживление. Люди взбодрились, воспрянули. Многих на откровенный разговор потянуло. И меня подбивают. А ведь, как говорится, молчание золото. Человек сначала учился говорить, а уже потом молчать. Что? Оскорбили человека, женщину. И я обязан вступиться. А вдруг этот, который оскорбил хулиган? Может такое быть? А я по состоянию здоровья ближе к интеллигенции. Я привык убеждать словами, а он руками. Конечно, он меня убедит. Люди учатся говорить то, что думают. Интересно вообще, какое это ощущение? Вы знаете, никогда никого не критиковал. Но сейчас кого-нибудь зацеплю. О, какие длинные очереди? Что? Сантехник будет через неделю, а телемастер через две, а ремонт квартиры через месяц. Почему не сразу? Мы не хотим ждать. У нас нет времени. А в поликлинике такие длинные очереди. А между тем, товарищи, у нас ведь самое большое количество врачей в мире. Вот при том и при этом бесплатное лечение. Оно у нас, товарищи, такое бесплатное, что многие даже не знают, кому заплатить, чтобы узнать, чем болеют. Что-то я разговаривался. Ну да ладно, почему нам назначили начальника? Как показалось, жизнь не надо назначать, сами себе выберем. А то там сняли, сюда назначили. Какой у него профиль? У него нет профиля, у него только фаз. Ну, если у человека такой талант возглавлять. А дело? А дело не пострадает. Если у вас, товарищи, подчиненные, и всё налажено, один человек дело не испортит. Давайте учиться задавать самые прямые вопросы. Почему у меня до сих пор нет дублёнки? Я тоже хочу. Что мы за всю жизнь по одному барану не съели? Съели. Где шкура? АПЛОДИСМЕНТЫ Человеку не нравится, когда где-то стараются показать себя умнее его. И всё-таки кое-где ещё урезают фильмы. Очевидно, точно знаешь, что нам можно, а что нельзя. Урезают и потом показывают нам их за 50 копеек. И я подумал, а нельзя ли за рубль посмотреть то, что вырезали? Не надо думать, что мы что-то не так поймём. Мы ведь всё понимаем. Мы понимаем, что надо воспитывать не лозунгом, а доверием. И что гораздо полезнее спокойно поговорить о том, что у нас плохо, чем кричать о том, что хорошо. Как говорится, молчание золото. Но хочется верить, что если человек искренне от всего сердца говорит то, что думает, то это тоже золотые слова.